Майские заморозки и как итог виноград замерз. Всем мое здравствуйте! Вы на канале Удачные моменты Светланы Агафоновой. Сегодня у нас 24 мая. Все побеги, которые уже тронулись в рост, побеги были достаточно большие, уже до 5 сантиметров. Несмотря на то, что мой виноград был накрыт пленкой, но по бокам пленка была открыта, мы уезжали. И приехав в свои побеги, я увидела вот в таком состоянии. Где-то около недели я проходила мимо винограда, хотя, наверное, это было неправильно. Я должна была принять меры. Я должна была купить циркон и пин, побрызгать его. Но в душе я понимала, что, в принципе, наверное, это мало поможет винограду, так как померзли побеги. Корень винограда, естественно, живой. И через неделю-две все будет нормально. Отпрыгнут побеги, вернее, начнет расти виноград из замещающих почек и будут побеги. И вот прошло две недели. Посмотрите, какие выросли побеги. Их много. Есть сильные побеги. Вот такие вот уже большие. Этот, наверное, побег сантиметров около 30. Есть маленькие побеги. Вот, допустим. Причем из одной почки идет двойничок. Два побега. Виноград очень сильное растение, мощное растение. Оно начало выбивать побеги даже на старой лозе, на рукавах. Вот они, рукава. Эта лоза уже многолетняя. И рукав выбил 4 побега. Раз, два, три, четыре. Нужно оставить, вернее, можно убрать вообще, если они вам не нужны. Но я вот оставлю вот на этом рукаве один из четырех самых сильных побегов. У меня этот, вот этот побег. Все остальные побеги я убираю. И, возможно, в следующем году этот побег я оставлю на замену рукаву. Видите, насколько большая сила у винограда. После того, как он замерз, и вот этот побег после майских праздников смерз, из замещающейся почки выбивается еще один побег. Вот у винограда в одной почке до семи замещающихся почек. Рост винограда продолжается. Даже из одной почки. Вот если убрать вот этот вот уже побег, который замерз, вот из этой же почки идет следующий побег. И так, если верить, может быть до семи раз. Если у вас два вот таких побега на винограде, один побег растет вверх из верхней почки, другой побег смотрит вниз из нижней почки. Какой побег оставить? Ну, во-первых, оставляем самый большой. Самый большой и мощный, и также, к тому же, с формирующейся гроздью, это побег из верхней почки. Но оставить побег из верхней почки – это правильнее. Потому что вот так вот находится рукав расположен, и почечка расположена сверху, и правильно выдается совершенно под правильным углом идет побег. И все соки идут правильно по побегу. Вот этот вот побег, если начнет расти из нижней почки, он немножко будет изгибаться, ему неудобно, и он будет вот так вот, его нужно поставить, выворачиваться. И поэтому это неправильно. Мы его убираем. И вот так практически во всех почках, видите, выбивается замещающая почка. Вот он смерз. Но в связи с тем, что этот маленький побег, конечно, я не буду оставлять эти побеги. И вот смерший побег выбил, замещающая почка пошла на замену ему. Но вот на этом рукаве, на прошлогодней лозе, я оставлю только побеги, которые проросли и стали уже большими. Вот у меня сантиметров 10. У меня их всего 2. Вот 2 я и оставлю. Лоза, прошлогодний рукав, горизонтально укладываем, а побег должен расти, видите, вертикально. И желательно из верхней почки. Почечку старую мы убираем, оставляем этот побег. Вот эти все побеги маленькие я убираю, в них смысла уже нет. И растить мне их не надо. В связи с сложившейся ситуацией замерзания винограда. Вот побег на этом рукаве, он тоже растет вверх, и я его тоже оставлю. И таким образом, вот там вот маленький, я его тоже убираю. Таким образом, вот на этой части рукава у меня раз побег остается, здесь все я очистила. Второй побег из верхней почки. Эти все побеги, погибшие, умираем. Вот видите, побег погибший тоже выдал, но он маленький, я его тоже уберу. Не будем расходовать силы куста. А вот этот вот побег, он, если вот я так вот положу, он из нижней почки. Но он достаточно уже сильный, и мне, конечно, убирать его сейчас жалко. К тому же этот рукав длинный, и я его осенью переведу на более близкий к голове куста побег. Скорее всего, это будет либо вот этот, либо вот этот. И поэтому я оставлю вот этот вот побег, несмотря на то, что он идет с нижней почки, он мне даст гроздь, возможно, пока вот еще непонятно, холостой он или... А, вот, пожалуйста. Нет, он, тем более, он не холостой, вот он дает гроздь, на нем будет кисть винограда, я его оставлю, и уже после того, когда виноград от плодоносит, будет обрезка винограда, я его уберу. Поэтому, несмотря на то, что он с нижней, и в связи с сложившейся ситуацией, такой сложной, что виноград померз, этот побег я тоже оставлю. И вот так вот и нормируем, и просматриваем. Оставляем хорошие, большие побеги, желательно побеги, на которых уже есть гроздь. Видите, формируется кисть, скоро она зацветет. И таким образом, чуть позже, но виноград будет в этом году. Это сорт Эстер, один из моих любимчиков, очень вкусный темный виноград, мясистый, вкусный, сладкий. А вот такие вот рукава, которые уже мне не нужны, в связи с тем, что побеги смерзли, и ничего. Ну, даже если и выбилось, то вот мешает здесь. Видите, маленькая почка, она мне, конечно же, не нужна, потому что она совсем еще маленькая. я такой побег смело, вернее, рукав, обрезаю. Все. Даже вот и лоза-то, ну, ничего, скажем так. Все-таки виноград пострадал, конечно, при замерзке. И вот эти все свои рукава, сейчас видите, которые торчат у меня вверх, я их, конечно, срежу. Те, которые остались уже без побегов. В этом году, в связи с тем, что виноград померз, а я оставляю осенью, не один побег на замещение каждого рукава, а по два побега на замещение. И кажется, что, допустим, если куст имеет четыре рукава, я оставляю на одном рукаве два, получается как бы восемь побегов у меня. Восемь рукавов формируется на следующий год. И уже весной я выбираю, где что оставить. И вот в связи с тем, что виноград в этом году случилось такое, скажем, садовое несчастье, виноград померз, очень хорошо, что я оставила вот такие вот побеги, которые меня в этом году спасли. Поэтому мой способ оставлять немного побегов запасных в этом году очень хорошо сработал. И я думаю, что не останутся без винограда. Ну, а это моя любимая загадка Шарова. У нее было очень плачевное состояние после заморозков. Но посмотрите, как активно она пошла. И причем на каждом побеге уже по одному, по одной-две кисти. Посмотрите. Загадка Шарова. Вкусный ранний урожай. Да, немножко проблематично, что его надо побольше обрабатывать, но мы его съедаем. Первый вкусный, сладкий виноград загадка Шарова. Старинный сорт. Конечно, есть более новые сорта, которые не подвержены заболеваниям винограда. Но вот именно этот сорт у нас спокойно вытаскивает и дает первый вкус на виноград. И мы все его очень любят. Вот такие двойнички появляются. Видите, из одной почки идет два побега. Нужно не жалеть и убирать. Выбираем самый сильный. Самый сильный у меня вот этот. Уже имеет две кисти. Скоро они будут свистеть. А этот побег убираем. Убираем. Вот так выглядит мой виноград, который я пронормировала и навела здесь порядок. Да, сейчас кажется, что беспорядок и никакого порядка нет. Но это порядок. Я удалила лишние побеги, маленькие двойники, пронормировала по побегам, оставила более сильные побеги винограду. Затем вот эти побеги я поставлю вертикально. Привяжу их к веревочкам, к верхним, когда они достигнут. Все побеги прошлого года, то есть рукава нынешние, они должны лежать горизонтально. А уже от рукавов идут побеги. И вот эти побеги текущего года, которые и будут нести нам грозди винограда, вот они, они должны стоять вертикально. Вот так. И когда они будут поставлены вертикально, мы увидим, что здесь будет идеальный порядок. А пока они еще немножечко подрастут. В связи с тем, что случилось это весной, и виноград был побит морозом, на загадке Шарова я обычно оставляю две грозди. Вот допустим, раз и два нижнюю. А в этом году я оставлю, наверное, уже три. В связи с тем, что побегов стало меньше у меня, и чтобы куст был достаточно нагружен ягодами, попробую оставить три, где-то две. На других кустах вот допустим, куст румба, он пострадал, конечно, более сильно. И здесь нет такой загущенности побегами. Но куст тоже уже ему достаточно лет. И всегда я ему оставляла одну гроздь. В этом году тоже посмотрю, возможно, если он себя нормально поведет, то я оставлю две. Вот такая полосочка из винограда. Пока они еще небольшие. Румба немножко, это более поздний виноград, поэтому и побеги здесь еще не такие большие, как у загадки Шарова. Здесь немножко и дальше дела, эстер дела обстоят получше. Виноград активный, зеленый. И ГФ-342. Тоже очень активный, хороший виноград. Ну что ж, будем надеяться, что виноградом в этом году мы побалуемся виноградом. Всем всего хорошего. Любите свой виноград, подписывайтесь ко мне на канал и сажайте виноград с удовольствием. Спасибо. Спасибо.